добрый день всем если вы меня сейчас видите значит вы снова посетили канал алкопроба сегодня я бы хотел представить вашему вниманию небольшой мой подзыв на коньяк старейшина 5-летний так получилось что недавно на одном из корпоратив мы параллельно продегустировали несколько коньяков начального ценового уровня и старейшины как раз завершали всю программу мероприятия сожалению понравился он меньше других его собрать было испробовано несколько коньяков из них как раз два армянских было это арт струне пятилетний который производит по моему про прошанский коньячный завод также был опробован трехлетний коньяк периланская крепость которую к этому на коньячный комбинат пара рад не путать тем пара ратом который более известен который выкупили французы коньячным заводом тем не менее вот эти два армянских коньяка были также коньяк старейшина 3-летний и трехлетний старейшина имел такой приятный не спиртуозный легкий такой аромат древесными тонами здесь все было как-то гораздо грубее и жестче ну а армянские коньяки обогнали не трехлетку и тем более этого пятилетного старейшим они были более какими-то ванильными все-таки более нежными какими-то округлыми лапками мне понравился мне побольше но я был даже удивлен что трехлетка не первый раз так и мне показалось лучше чем вот и пятилетний камень поэтому хотелось бы попробовать его из прямо на ваших глазах пусть он еще разок может быть все таки для ошибки скажу что все необходимые коньячные атрибуты присутствуют в этом напитке здесь и хорошее оформление хороший сайт о котором уже много говорил цвета напитка прозрачный из 300 и следы он оставляет характерные маслянистые коньячные с этим все в порядке но теперь попробую на раму сейчас он когда постоял пару дней уже нет такого интенсивного шибающего в нос запаха сейчас кто-то нежнее даже какой-то такой характерный коньячный аромат без ярких капитана даже странно сейчас он уже менее резкий сейчас он уже менее резкий привелся запах бочки просто приятный коньячный аромат с запахом древесных нот ничего какого-то такого многошибательного неожиданного ничего не видеть не могу все ровно без неожиданностей сейчас резкость уже ушла запах стал приятнее но тем не менее какой-то не очень впечатляющий уже улавливаются и фруктовые но как-то все в отдалении так ладно попробую первый маленький глоточек надеюсь он зайдет мне лучше пару дней назад ваше здоровье 15 час он стал гораздо лучше во первых 15 час он стал гораздо лучше во первых действительно ушла какая-то резкость это первая маленькая порция 2-3 грамма она зашла очень мягко сливковато те рецепторы не обожгла как-то обволакивают даже присутствует некая маслянистость вакуста все ровно достойно вакуста еще помеху пока не раскрывается то же что я уже перечислял вакуста легкая фруктовость вакуста 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 не очень сладкий он по сравнению с теми армянскими которые были испробованы недавно но хорошо заходит не спиртуозный не обжигают как-то сейчас уже эти спирты когда нет прямого сравнения различных напитков ну вкус типично коньячный не многосложный не многослойный согревает орехового после вкуса я не чувствую ну типичный недорогой коньяк чуть плотковато чуть древесный запах постепенно улучшается как и должно быть в принципе он стоит аромат чуть-чуть нагревается наверное по окружающей температуре воздуха аромат распространяется приятно но без каких-то неожиданностей так вот перед последним платком так сильнее появляться бочковые ноты но они все равно достаточно нежные не выпираются вот так вот как говорят про некоторые напитки плинтусовка или лак нет здесь все гораздо спокойнее на последний глоток друзья с дегустацией будет закончено подведем итоги еще раз ваше здоровье еще раз ваше здоровье заходит мягко приятно без каких-либо негативных ощущений хорошо греет ну и ничего такого сверхъестественного неожиданного конечно от него ждать не стоит хочу сказать что в одиночестве вот так вот без какого-либо прямого сравнения с другими напитками он мне понравился на сегодняшний момент гораздо лучше сравнивать прямую с какими-то другими напитками особенно если они классом повыше я бы вот даже и не стал то есть равные по цене коньяки от армянских производителей для меня обогнали старейшину и как ни странно даже старейшина трехлетний в тот момент тоже мне показался более интересным напитком чем это связано даже не знаю но то не менее тогда это было так в общем то конечно это продукт скажем стоит своих денег а приобретали его за 549 рублей но в дальнейшем для меня его раз-два попробовал брать уже не имеет смысла второй раз просто так для себя брать его не хочу только если попадется опять на каких-то мероприятиях вот и все а для себя для того чтобы просто вечером это попробуй качестве держи стила можно поискать либо его же более старших собрать деньги за 550 650 рублей может быть я бы предпочел либо кизлярский либо дербенский каньяк или камняки от анагоги старейшина в этом плане по крайней мере пятилетка меня не впечатлил ну что ж спасибо за внимание если кому-то помог мой ролик ставьте лайк всего доброго пока ну я я и или